Владимир Гройсман год спустя. Премьер-министр сегодня отчитался об итогах своей работы. Глава правительства заявил, что ему удалось заложить фундамент для развития экономики и энергонезависимости нашей страны. Опасается ли Владимир Гройсман отставки и есть ли у него президентские амбиции, узнаем от Александра Васильченко. Пенсии украинцев увеличат уже в мае. После принятия реформы, уверяет Гройсман, выплаты изменятся кардинально. Соцвыплаты вырастут на сумму от 200 до 1000 гривен. Таким образом, минимальная пенсия уже осенью составит 1700 гривен. Деньги на внедрение новых реформ, считает Гройсман, правительство найти сможет. Хотя премьер не скрывает свои коррективы, внесла экономическая блокада Донбасса. Сейчас Кабмин вынужден искать альтернативу донецкому углю. А это лишние расходы для госказны и потеря миллиардных поступлений от горнодобывающих предприятий в бюджет. Пополнить госказну должна и земельная реформа. Это еще одна инициатива, внедряемая правительством Гройсмана. Премьер уверяет, реформа ориентирована исключительно на отечественного фермера. Украинские аграрии при поддержке правительства смогут распоряжаться землей, брать кредиты на спецтехнику и развивать технологии. Раздавать земли иностранным инвесторам, как этого хотели предыдущие реформаторы, не будут. Никакого сантиметра украинской земли иноземцам. Никакого сантиметра. Наша позиция, что мы не поддерживаем открытие рынка для больших корпораций и холдингов. Мы будем помогать строить корпоративный рух. Я хочу, чтобы украинский фермер начал выработать конкурентную продукцию. И рынок земли для фермеров – это надзвичайно важный инструмент. Еще один важный пункт – продажа в частные руки убыточных госпредприятий. По мнению премьера, такие компании неэффективны. И с помощью коррупционных схем из них выводят бюджетные деньги. В прошлом году на аукцион выставили около 450 таких предприятий. Продажи планировали пополнить бюджет более чем на 17 миллиардов гривен. В итоге не смогли заработать и 200 миллионов. Как результат, после долгой критики со стороны правительства, глава фонда госимущества Игорь Белуус подал в отставку. Ему нужно было быть более жестким, принциповым и чутким. На превеликий жаль, я считаю, что ему не удалось себя реализовать на этой посаде. На превеликий жаль, ряд процессов, которые должен был делать фонд, были провалены. Теперь приватизацию, утверждает премьер, проведут заново. Кабмин с реформами затягивать не будет. Я хотел, чтобы пакет законов мы приняли в парламенте на этой сессии. И фактически мы могли бы сразу перейти до формирования умов большой приватизации. Акцентировал свое внимание премьеры на иски Газпрома в стокгольмский арбитражный суд по якобы долгу Украины за топливо. Это же внаслідок подписания контракта Тимошенко. И нам Россия все пораховала, что она подписывала. И поставила 40 миллиардов долларов позов до суда. Ну придется передать Тимошенко замість грошей. Якщо она подписала, хай вона и несе за це відповідальність. Що ж за це мають платити всі українські громадяни? Також український премьер заявил об отсутстві президентських амбиций. Уверяє, баллотироваться не собирается. І собственную партию создавати не намерен. В 2019 році я буду брати участь у президентських выборах. Як всі громадяни України прийду і проголосую за кандидата в президент. Александр Васильченко, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер.